Всегда была рядом со мной. Какое благородство. Я сделал бы для тебя то же самое. Хватит. Я не хочу больше слушать. Мне неприятен твой цинизм. Мы же договорились, что таких разговоров больше не будет. Да, но я говорю правду. Ради Бога, замолчи. Ты причинил мне столько горя. Мне до сих пор стоит больших усилий каждый разговор с тобой. Ты все еще меня любишь? Вовсе нет. Ничего подобного. Нет. Джеки, что ты тут делаешь? Я жду тебя. Что случилось? Мне надо поговорить с тобой. Ну, пойдем. Хорошо. Да, ты, конечно, можешь не согласиться, но все знают, что посредник получает комиссионные. От меня ты ничего не получишь. Диего, подумай. Не прошло и дня, как ты решил продать магазин, а я уже нашел тебе покупателя. Но за это полагается вознаграждение? Нет. Нет. Похоже, мне тебя не убедить. Нет. Если тебя это не устраивает, скажи своему знакомцу, что сделки не будет. Я и без твоей помощи найду покупателя. Ладно, ладно, Диего, как хочешь. Я готов отказаться от комиссионных, лишь бы не подвести моего знакомого. Ну, так-то лучше. И еще, я хочу вести переговоры напрямую с твоим знакомым. Да, Диего, хорошо. Тогда дай мне документы на магазин, чтобы мой друг смог оформить куплю-продажу, а я передам их ему. Да? А как мне знать, что меня никто не обманывает? Ты боишься? Можешь отдать мне копии документов. Ладно, это мне, пожалуй, подходит. Но мне надо еще их найти. Я зайду к тебе попозже. Диего, постарайся найти их сегодня же. Хорошо, хорошо. Я хотела попросить у тебя прощения. За что? Я так глупо вела себя вчера, но я испугалась. Зачем же ты пошла ко мне? У меня совсем нет опыта. Я никогда не... Ну, ты понимаешь, что я имею в виду? Нет, не понимаю. Я никогда не была с мужчиной вдвоем. Прости, если я попытался вынудить тебя к тому, чего ты не хотела. Марио, я хотела. Послушай, Джеки, ты красива. Ты мне очень нравишься. Но, похоже, из этого ничего не выйдет. Я не хочу, чтобы тебе было плохо. Так что лучше нам с тобой разойтись. Марио, но я не хочу. Джеки, так будет лучше для тебя и для нас обоих. А, дед, я так с ума сойду. То он говорит, что любит меня. То заявляет, что женится на Монике, как только мы разведемся. Что она замечательная, очень добра к нему. Но если я захочу, он всех бросит ради меня. Да, это немыслимо. Он не имеет права так с тобой разговаривать, даже если ему пришлось многое выстрадать после несчастного случая, когда он потерял память. Что случилось? У тебя такое лицо, будто ты увидела привидение. А, дед, повтори-ка еще раз. Ты говоришь, Сазар Августа потерял память? Да. Но амнезия не причина, чтобы так себя вести. Так непорядочно. Ради бога, дед, о чем ты говоришь? Господи, неужели ты об этом не знала? Не может быть. Я ничего не знала, объясни мне. Я думала, Брозео или сам Сазар Августа сказали тебе об этом. Сазар Августа катался на лыжах. Там с ним произошел несчастный случай. Он провел долгое время в больнице в Соединенных Штатах. Потом выяснилось, что у него амнезия. Прости, Патрисия. Почему мне никто не говорил? Почему ты не сказала мне об этом? Это случилось, когда ты была в Майами. Я знала, что ты уехала, чтобы отвлечься от всего этого. К тому же я растерялась, когда вдруг Сазар Августа приехал с женой и дочкой. Мы решили сообщить тебе об этом, когда ты вернешься. Я ничего не знала, и поэтому так обошлась с ним. Ты ни в чем не виновата. Он хотел рассказать мне о случившемся, а я не дала ему рта раскрыть. Наверное, ему очень нелегко пришлось. Думаю, да. Когда он пришел в фирму, вид у него был совсем растерянный. Он не понимал, что происходит вокруг, и почти никого не мог узнать. И вы обо всем знали и ничего не говорили? Эмма созвала нас на совещание, рассказала о том, что случилось с Сазаром Августом, и попросила быть к нему повнимательнее, поскольку у него амнезия. В детали она не вдавалась, а задавать вопросы никто не осмелился. Амнезия. Когда он пришел ко мне, я выгнала его, и он не смог рассказать мне все. Я не поговорила с ним. Еще не поздно. Это невозможно, мы не можем разговаривать спокойно. Ты виновата. Я? Почему? Потому что ты не хочешь признать, что любишь его. Патрисия, я давно тебя знаю. Твоя любовь к Сазару Августа жива. Тебя волнует все, что с ним происходит. Он дорог тебе. Будь все иначе, ты не думала бы о нем. Патрисия, больше нельзя жить ради самой себя и ради Амброзио. Амброзио, Сазар Августу, что же происходит? Что мне делать? Амброзио, Сазар Августу, что же происходит? Привет. Привет. А Джеки дома? Да, она недавно пришла. Ну хорошо, а то ее не было в колледже, и я беспокоюсь. Можно ее повидать? О, только не сейчас. Знаешь, у нее...